по каштану друзья по каштану вопрос закрыт каштана мы буквально вчера позванивались кто забирает каштана каштана забирает на оттырку сентябре ну там я потом подробности расскажу по ценам и расскажу как решили как решили каким образом обойдем с каштаном и с теми покупателями которые покупают там свои определенные фишки я потом вам все расскажу и покажу до каштанчик на оттырку скоро на оттырку каштан пускай здесь и будет сейчас у меня будут отъемы поросят и я каштана буду использовать в качестве приманки и здесь для маленьких будет хорошо зимой я забрал буржуйку растопилось и сильно отморозил так же хочу сделать деньги какие-то и так же хочу сделать две вытяжки там и здесь тоже самое что смотрел предыдущий ролик забрали мы отсюда все поголовье которые у нас было и забрали рядом с сарай значит тут а вот эти все полы доска на доске все будем демонтировать все эти перегородки с дуба будем демонтировать потолок ну тут просто получается на словах уголок прибит и лежат дубовая доска лежит тоже будем убирать как я планирую сделаем реконструкцию реконструкцию будем делать точно не скажу как но полы однозначно на щелевых полах будут то есть на щелях а потолок вот этот ровный уберем сделаем такого же образа потолок как у меня и в моем новом сарае то есть пирамидка пирамидка и с хорошей вытяжкой потому что я заметил вытяжки работают колоссально меня все устраивает сейчас в большом сарае там почти все клетки заняты нормально тянет и я одну сторону окон вообще закрыл чтоб не проскользились поросята и нормально выходит поэтому тут потолок демонтаж крышу будем подшивать делать пирамидка это все демонтаж и будем потихоньку не спеша потому что сейчас получается выжат выжат из-за кормовой базы затарился на весь год вперед даже думаю чуть больше наверное чем на год хватит еще и буду старым ее накормить а новое покупать но это уже на следующий год брал ну кто не знает я купил уже ячменя и горох у меня есть и пшеница и еще жду кукурузу дороже четырех я ничего не брал дешевле брал дороже не брал ну я в основном выступаю по отходам там я знаю что многие кормят хорошей пшеницей там все супер-пупер я на это внимание не обращаю у меня нет ни рациона ничего что дешевле ухватил прикормить так ну поэтому сарай понял то есть это у нас будет как проект на щелях будем открывать вот этот потихоньку делать с той стороны канализацию на 2 метровые кольца в диаметре 2 метра ну а тут пробку на щелях и чтоб не убирать а только на собаку тут понятно последующему сарае поэтому определить по следующему тут а у меня жена вчера приезжали новый ролик видели с донецкой области покупали кабанчик а жена у меня вчера вы вот тут напротив сейчас чтобы планируем мы планируем может быть побери вверх и планируем очищать вот эти все клетки тоже отмакивать мы уже вчера отмакивали и так сама отмакиваем бетон и и бетон тоже щищаем вот эти все коржи сверху которые по налепляли тоже щищаем ну и здесь еще немного коржу осталось коржей вернее и дам дам ну вот эту сетку поубирать вот это вот для маленьких что я делал поубираю сетку подавариваю вот в таких случаях как дверь здесь по одной трубке трубка арматурка все что есть у меня там осталось сарая огрызки и так сама сюда тоже подаваривать надо и так сама сюда и вот эту буду наверно вызывать анатольевича помогать по сварочным делам и анализ от держать он будет прихватывать и поделать этот сарай будут для маленьких хочет делаю отъем там три-четыре выводка и сажу их всех по-разному то есть для маленьких и на доращивание это здесь и так сама забрал тут и их поднял после отъема и продал отсюда свет две сюда уже кинул а две надо на ту сторону еще добавить и розетка туда кинул надо сюда еще одну розетку и воду сюда провиски надо маленьким параметом найти все карета посрывает все посрывает ну и сейчас так же хотим забыл сказать оборвать вот этот потолок весь посмотреть что там творится и заодно чтоб весь мусор смести оттуда пыль всю и заодно тоже его поменять его надолго не хватает кто чтоб не говорил его надолго не хватает но максимум это по моему две зимы на чердаку у меня получается на чердаку опилки сантиметров 10-15 как мы можем наблюдать сам потолок сухой дерево сухой ну да ну то уже грубо говоря конец лета можете подсушилась в принципе держит сырость внутренней стороны сырость держит то есть контакта конденсата и дерево нету особо такого может где то есть но там незначительно поэтому как бы для защиты дерева или там OSB хороший вариант ну я почему вот я его обдираю а было у меня здесь OSB и поклеенные квадраты как у меня в новом сарайе я бы просто выдавал валик водоэмульсионку любого цвета закатал бы на новую обновил бы и все но это может потом что-то сделать сейчас пока так делать не буду тут такой же потолок и сейчас вот это все обметем веником и будем пилить и эти клетки вымывать доваривать клетки красить делать сюда воду и какие-то кормушки для маленьких порожков придумать кормушки чтоб не этот ну когда я здесь делал им дал кон вот так друзья а тут того сараек пока зайдем я не знаю когда я его начну я то начну может быть его разбирать это он получается вот за стенки на щелях ну я не думаю что я буду быстро его делать так как я говорил по возможности это можно куда-то использовать как утеплитель типа на вагон на зерно да мне и вагон надо обшивать делать короче все надо обшивать ну вот смотрите нигде особо погрызенного нету ни мышами ничего и вот этот сарай получается тоже у нас уже свободный тут была анфиса и киевлянка тут у нас вырезали вот чуть-чуть бетона кусок можно вырезать залить или же все обновить сверху корж сантиметров 7-8 залить и сделать более слив туда сюда я буду перегонять но я потом вам их покажу сейчас будем взвешивать их 20 дней белых поросят Машкиных узнаем какой вес 20-го числа им будет 60 дней и взвесим это у меня остались грубо говоря свинки всех крупных кабанов выбрал Саня АМЧС когда покупал у меня 4-х с этого выводка у меня осталось их 8 штук поэтому ну взвесим какой вес у 60 дней и сюда их перегоним тут а мне тоже хотелось бы обложить плиткой хотя бы там пускать не метр ну хотя бы вот на такую высоту плиткой чтоб не так вымазалось и тоже сюда запускать откорм тут нормально 8-10 штук нормально ну сейчас у меня забита вот эта вся канализация которая идет под сараем ее надо все вычищать попробую вычистить или если оно там жидкое даже не смотрел какое оно то может машину заказать осенизаторы и выкачать то есть вот так как-то а может оно густое но что-то с опилками со всем вместе то наверное надо будет так вычерпывать вот это тоже надо сейчас сделать получается и так же смотрите вот ОСБ это уже 3 года да больше еще у меня до Ютуба были тоже ну немного но были только когда-никогда свиньи вот что делается СОСБ за все 3-4 года свиноводства оно просто чернеет оно становится черным да оно не пропадает что там оно даже если зимой сырость летом подсыхает да и все ну вид теряет полностью теряет вид то есть кто оставил открытые ОСБ на стенах и на потолке тот со временем столкнется вот вот такое черное страшного цвета его надо что-то как-то закрывать вытяжку мы туда сделали ну вот так тут тоже готовится короче сарай ухватаю сейчас и по опоросу по опоросу киевлянки Анфиса позже киевлянка киевлянка уже 2 дня как должен был быть опороса его нету тоже переживаю ну не лезу не лезу оно как должно быть так и пускай будет вот так друзья замесил сейчас отмесаем вот это все и так присматриваю как было под потолком под этой подложкой под ламинат поролон с отражателем вот иди сюда миша вот смотрите это 2 года по-моему две зимы здесь были постоянно свиньи аммиак тут стоял здесь же вытяжек нету сами понимаете вот смотрите с болгарки рез это когда мы делали его когда все плитку делали эти клетки вот с болгарки рез даже не поджарел здесь и вот здесь это мы пластину отрезали ну чтобы упирать сарай то есть получается что от конденсата от сырости от аммиака спасает вот этот отражатель с порогончиком вон там толщина разная идет от 10 гривен метр погонный вот так видите так что получается что грубо говоря можно использовать пускай там он тем хорошим что он недорогой по цене недорогой и эффективный это я делаю чтобы хватило до розетки чтобы не кидать кириновку вот так нормально так тут у меня короче мешок одеваю и вот такая прищепка масса из сварки раз пока обхожусь так дальше делаю вот так дальше делаю дальше делаю вот так я хочу максимум оттуда пшеницу вытянуть с зерна склада чтобы ее перебить чтобы сделать вход свободный и поставить эту хрупоружку туда вот так включаем к демоку и и и и и и и и и Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...